Дюшене и полем Дюшене, они станут олимпийскими чемпионами. Таковы условия сейчас, таковы правила, таков расклад сил. Но есть шанс, какой шанс у Дюшене, если Майя Усова и Александр Журин опередят Климову и Пономаренко. И вот сейчас их выступление, москвичи, ученики Натальи Дубовой на льду, и от их выступления зависит многое, если не все. На музыку Вивальди композиция. КОНЕЦ 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 Прекрасное выступление, и все-таки, как специальные артисты, они не показывали своего разочарования, поскольку, по мнению многих специалистов, их оригинальный танец был одним из лучших. А ценен он был ниже, чем оригинальный танец только французов. И в какой-то степени спортсмены понимают, что они становятся, ну, если не жертвами, сопешками в игре, игре судейской, в которой будет идти борьба за один-единственный голос. И, скорее всего, это будет голос канадского арбитра Уильяма МакЛехова. Прежде он отдавал предпочтение Климова и Пономаренко, и даже отдавал предпочтение Усову и Жулину. Как-то ему сегодня придется не сладко. Но, судя по тому, насколько он входит в разногласия с остальными арбитрами, в частности, в оценке французского дуэта Маньот-Лаванши, человек такой со собственным мнением и твердо его придерживающийся. Высокие оценки, но оценки, которые, 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 ну, я бы сказал, оставляют все-таки возможность для того, чтобы их опередили. Вы понимаете, к чему я клоню. Я еще раз напоминаю условия игры. Только в том случае, если кто-то обыграет Климова и Пономаренко помимо французского дуэта, французы станут олимпийскими чемпионами. В обратном случае этого не произойдет. Майусова начинала в Горьком. Ей... Рядом со мной сидит моя коллега Наталья Соловьева, которая всегда мне грозит кулаком. Не надо называть возраст.